эту задачку. Так, еще раз, здесь два аллели, здесь два. Наследуются они независимо. Взаимодействие между ними, оно не обязательно озвучивать, но рецессивный эпистаз. То есть тут просто говорится, что A плюс B это будет коричневая окраска, все остальные варианты это дают желтые пятна. Это рецессивный эпистаз называется. Значит, начинаем. Что у нас тут? Один в Z-хромостоме, второе. Кто у нас? Гетерогометный пол. Женский пол является гетерогомет. То есть женский пол можем записать, это будет Z0. Вылупилось 24 яйца. Из этих 24 яиц нам что нужно найти? Из скольких яиц вылупятся змеи с коричневыми пятнами? Вот. То есть коричневые пятна разделить на всех. Всех змей сколько у нас вылупится. Вероятность, сколько всех будет комбинаций. Мы берем количество тех, у которых есть коричневые пятна, делим на всех, умножаем на 24 яйца. И в результате это будет у нас ответ. Понятно, к чему нам нужно прийти. Теперь смотрим по задаче, что у нас здесь происходит. Так, то есть A плюс B будет коричневая окраска. Один A лежит, допустим, на Z-хромосоме, B на аутосоме. Ну и теперь пишем. В эксперименте скрестили чистые линии удавов. Чистые линии это гомозиготы. И самка была с коричневыми пятнами и рецессивного по обоим генам самца. Давайте запишем. Вот, допустим, был самец, рецессивный по обоим генам. Так как самец это у нас ZZ, здесь напишем A маленькая, A маленькая и B маленькая, B маленькая. А самка, соответственно, Z0. И так как чистые линии, и вот она имела самка с коричневыми пятнами. То есть самка была коричневая. Вот, значит, было B, B, потому что чистые линии, поэтому B, B. Вот. Их скрестили. Что в результате такого скрещивания мы получим? У нас первый организм образует один тип гомет Z маленькая, B. Второй организм образует два типа гомет Z, A большое, B большое и 0, B большое. Всем понятно, как это получилось? Когда мы их скрещиваем, мы получаем Z, A большое, Z, A маленькая, B большое, B маленькая. И получаем Z, A маленькая, 0, B большое, B маленькая. Дальше. Затем гибриды F1, то есть вот того, кого получили, скрестили между собой. То есть вот мы их скрещиваем между собой. Дальше. Вот этих вот товарищей, которые мы получили. Что у нас дальше будет получаться? Тоже рисуем какие гометы. Первый организм будет образовывать Z, A большое, B большое, раз гомета. Z, A маленькая, B маленькая. Учитывать придется всех, потому что не горится самки-самцы, а горится просто змей, коричневых змей. Сколько было из этих 24 яиц вылупилось? 0, B большое и 0, B маленькая. Ну, будем скрещивать даже дальше. То есть здесь получается Z, A большое, Z, A маленькая, B большое, B большое. Можно, конечно, ну ладно, не будем увлажнять или упрощать. Буду все рисовать просто, все что есть. И потом сами будете видеть глазами своими, какого это цвета. Z, A большое, A маленькая, B большое, B маленькая. Короче, вот это вот все берете, расписываете. Ну, в целом мне уже даже влом это писать, потому что, смотрите, для того, чтобы был коричневый цвет, нужно, чтобы были два гена доминантные. То есть, чтобы было и A большое и B большое. Вот в этих ситуациях, вот здесь вот, они будут все желтые. Согласны? Потому что здесь с этой стороны ноль. То есть вообще вот с этой стороны вот эти вот, это все желтые, вот кого я ввел. А здесь вы видите, вот A большое есть. Потом Z, A большое, 0, B большое, B, Z, A большое, 0, B большое, B маленькая. Еще раз, вот эти вот все товарищи, вот четыре штуки будут желтыми. Давайте я сотру, просто этот будет желтый, этот будет желтый, этот будет желтый, этот будет желтый. Здесь вот этот тоже будет желтый, этот, этот, этот все они будут желтые, здесь 8 штук желтых будет. Кто из них? Вот этот еще будет желтый, но нам нужно найти коричневых. Так, вот это будет коричневый, вот это будет коричневый, вот коричневый, потому что а большое, b большое есть. Вот а большое, b большое есть, вот а большое, b большое есть, и вот а большое, b большое есть. Все остальные желтые, значит у нас подставляем в нашу изначальную формулу 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас 24 нужно умножить на 6 шестнадцатых. Значит ну можно сократить, допустим, 24 можно сократить на 8. Получится здесь 3, здесь получится 2. Согласны? 6 можно сократить тоже, здесь получится 3 и 2 сокращаем. 3 умножаем на 3, получаем 9. А почему снизу шестнадцатых? Я, возможно, не досчитал. Что еще раз? Сейчас шестнадцатых, почему именно шестнадцатых снизу? Я, возможно, не досчитал. Ну 4, ну а как их может быть 15, если 4 умножить на 4, 16. У тебя 16 комбинаций, 4 гаметы по диагонали, 4 по вертикали. Да, я понял, все хорошо. Всем понятно, почему эти желтые, почему я даже не писал. Потому что вот видите, а маленькая, а маленькая, а здесь 0, 0. Значит, вот эти вот четыре на пересечении, они будут желтые. И тут у нас а маленькая, а маленькая, и тут а маленькая. Значит, эти тоже на пересечении тоже будут все желтые. Основное внимание нужно выделить вот этому вот, что тут написано. Вот я их полностью составил, написал. Посмотрели, кто обвели, кто коричневый. Пятый пункт – это посчитать. Все поняли, как удобно считать. Вот 24 умножить на 6 шестнадцатых. Сократили, получили 9. Сократили, получили 10.5 шестнадцатых. Сократили, получили 10.5 шестнадцатых.